Было принято за 2007 года очень много федеральных и республиканских и местных документов, которые не укладываются в действующий генеральный план. Работна стратегия Татарстана 2030, работна стратегия города 2030, которая ставит перед городом новые задачи, которая ставит развитие экономики в новые условия. Сделана масса документов, которые являются промежуточными материалами плана, скажем, в СОР был выполнен комплексной системой организации дорожного движения, которая, если по-бойному, прокурует организацию дорожного движения, в последние годы в течение этого года была сделана работа по организации пособительского движения, пособственным услугам. И все это накладывает дополнительные задачи на представитель документа под названием генерального плана. Но одна из основных проблем, одна из основных поводов для разработки нового генерального плана это то, что многие показатели сегодняшнего города, они уже далеко ушли за рамки действующего генерального плана, прежде всего населения. Вот мы видим простой график, как раствор населения, численность населения города по генеральным планам, это нижняя синяя полоса, по генеральным планам, и как по факту оно растет сегодня. То есть тот показатель, что миллион 180, который должен был, город достигнут в 2020 году, он получил уже в 2013 году. А другое население, это другое количество объектов, это другая сеть дорог, все другое на самом деле. Перед разработкой генерального плана нашим институтом была проведена огромная работа по анализу существующего состояния, по анализу той ситуации, которая сегодня в городе возникла. Прежде всего, это работа с пикдатами, работа с теми материалами, которые позволяют о городе получить более точную информацию. Это прежде всего работа с данными соковых операторов. То есть мы, пользуясь обобщенными данными соковых операторов, посчитали вас всех. Где вы, ну, естественно, безлично, где вы ночуете, где вы находитесь днем, как для синяя была посчитана, как она передвигается по городу, где она находится, и отсюда данные получились по реальному населению Казани, по реальному количеству рабочих мест в Казани, по реальным границам города, потому что границы реального города, они, понятное дело, совершенно не совпадают с административными границами города, и они гораздо шире. Была составлена некая карта по всей территории Казани, что в зависимости от ограничений существующих, как и санитарно-защитная зона, это зоны аварийной посадки, и макожевых зоны, козапроводок и всего остального, что можно на территории города сделать по тем условиям, которые сегодня существуют, и составлена такая комплексная оценка всей территории города. Очень подробно анализировалось возможное развитие демографической ситуации. По разным методикам получаются, естественно, разные цифры. Это средняя цифра в качестве расчета 1.430.000 на 2035 год. При этом максимальная цифра, которая получалась в расчетах, 1.520.000, она взята для расчета всех обслуживающих систем, это транспорт, это социальное обслуживание, с тем, чтобы город был готов даже к такому жесткому развитию событий, когда у нас, как сейчас это происходит, население растет гораздо быстрее, чем это предусматривается документами. И, опять же, попрощаясь к составу заработчиков, одним из принципиальных моментов для нас было привлечение к этой работе местных архитекторов, местных фатологов, местных инженеров. Для этого мы провели несколько сессий проектов в Москве и здесь, в Казани. Очень отлично поработали местные архитекторы, дали нам много интересных идей. В итоге было сформировано 4 группы, которые сделали 4 концепции развития города, где-то в печати даже в Аблаше, которые упоминали об этом. И эти 4 концепции обсуждались широко, обсуждались, и на базе этих 4 концепций была в итоге принята итоговая концепция развития города, на основе которой подготовлены все эти материалы для утверждания сейчас исследовательства. Как оценивались эти концепции? Для того, чтобы работать с городом, для того, чтобы оценивать тот результат, который город получит к 1935 году, было заработано несколько, порядка десятка математических инновационных моделей для оценки ситуации сегодняшнего дня и для оценки прогнозных ситуаций. То есть это, прежде всего, модели транспорта, по которым мы в состоянии сегодня сказать, что у нас, какая она будет, что покупать участки уличной дорожной сети сегодня, и какая она будет к 1935 году, какая она будет к 1935 году. Любой объект, который появляется у нас в городе, может быть оценивать с помощью такой модели по тем последствиям, которые получат уличную дорожную сеть по тем дополнительным нагрузкам, которые этот объект дает на уличную дорожную сеть на общую нагрузку. Плюс к этим, плюс к основной базовой модели транспортной, это модель баланса размещения местоположения труда и населения, связанность местоположения труда с населением. То есть такая достаточно специфическая информация, которая позволяет нам в итоге выравнивать баланс размещения того или другого по городу. Это модели экологического состояния, это модели по ПК, трудно-экономерационному комплексу, модели по выбросам, модели по шумам. И еще масса моделей, включая модель возможного изменения кадастров и стоимости земельных участков, в зависимости от принятия тех или иных представительных решений. Эти концепции, о которых я выше упомянул, они были, их прогнали через моделирование, смотрели, что получается для города в том или ином случае, выбрали на базе этой оценки, то есть ее проверили, это все математика, на базе этой оценки выбрали итоговую концепцию, ее прогнали еще раз, несколько раз через моделирование, подстраивая, таким образом, чтобы город получил действительно заплансированное, устойчивое развитие при всех представительных предприятиях, которые предусматриваются, будь то это транспорт, инженерные сети, размещение жилья, размещение местоприложения, города. Главная задача была бы устойчивое, заплансированное развитие города. Вот перечень тех задач, основных, которые ставились при разработке генерального плана. Это, прежде всего, под номером один, именно сплансированное помещение всех объектов на территории города, для того, чтобы исключить маятнику и миграцию, для того, чтобы для большей части населения все объекты обслуживания, объекты местоприложения труда находились в радиусах пешеходной доступности. Полицентрическое развитие города появляется на территории города, вы это можете видеть, иногда это функциональное зонирование, масса дополнительных центров второго плана, особенно на территории Восточной Други, которые позволяют не мотаться, по костому говоря, лютым в центре, а получать все непосредственно на месте, в своем районе. Эффективное использование территорий. Отдельная задача, которая решалась по тем территориям, которые имеют, допустим, замечательную транспортную доступность, но не недонасыщены объектами, неэффективно используются. Отдельная задача, серьезная, опережающая развитие инженерной и транспортной инструктуры при освоении новых участков городских территорий. Это принципиальная вещь, которая уже заложена в план реализации города. То есть не должен город и инвесторы, которые освоили территорию, сначала забаватить там 400 населения, а затем уже думать о том, как куда провести дороги, как там построить школы, как там построить объекты социального обслуживания и так далее. Отдельная задача, серьезная, очень формирование природного инфекционного каркаса, очень большое внимание было этому делено, с тем, чтобы закрепить все участки инфекционные именно решениями генерального плана, для того, чтобы город получил гарантированное количество, гарантированные территории, причем в последствии близости от места проживания. Вот так выглядит главный чертеж как-то функциональных зон из Величества. Каждый, весь город разбит на отдельные функциональные зоны, каждый из которых получает, ну кроме, естественно, номера своего, получает код функциональной зоны, который говорит нам о том функциональном использовании, которое получает эта территория. Вот, скажем, в данном случае 204 зоны, квартирные и этажные застройки. Определяется стратегия развития этой территории, либо это новое строительство, либо это сохранение в основном существующего положения. Определяется очередность строительства. В первую очередь, в вторую очередь и так далее. Определяется максимальный объем жилого строительства на этой территории и определяется максимальный объем нежилого строительства на этой территории. И вот эти два показателя, они носят принципиальный характер. То есть именно в этом заключается баланс города, баланс той стройки, которая возможна в городе для того, чтобы не получилось. У нас нигде перекосов, когда мы получаем какой-нибудь спальный район, который у нас не имеет доступности, ни рабочих мест, ни ничего остального, и определяет каждую функциональную зону, получает те объекты местного регионального и федерального значения, которые по нормативам должны на этой территории быть. То есть это детские шары, это школы, это поликлиники, это объекты торговли и так далее. То есть каждый кусочек земли в городе, он описан, он получает, задается для него допустимая нагрузка и необходимые объекты для нормальной работы, нормальной жизнедеятельности на этой территории. Итого, что получается в целом по городу? Миллион 920, это самый жесткий сценарий на 35-й год, то есть 25% плюс к сегодняшнему населению. Рабочие места, 810 тысяч рабочих мест, это плюс 38% к сегодняшнему количеству рабочих мест. Живой фонд 46 миллионов квадратных метров, плюс 55%. Неживой фонд 35 миллионов к 35-му году, это плюс 35% к сегодняшнему объекту. Вот две схемы, которые говорят о изменении по сравнению с существующим бельпланом, с действующим бельпланом, по составу функциональных зон и по их весу в общей территории города. Мы видим, что уходит вся септоска, мы видим, что появляется большое количество сезон смешанных функциональных использований. Это тоже принципиальная вещь, поскольку мы считаем, что не должно быть спальных жилых районов, когда у нас жилье и больше ничего. И мы провоцируем те же самые маленькие миграции, мы создаем скудную, неинтересную среду этих территорий. Поэтому отдельная задача была формирование смешанных территорий, общественно-жилых, производственно-жилых и так далее. Здесь не буду подробно останавливаться. Это иллюстрации, как у нас меняется плотность жилья, как у нас меняется плотность рабочих мест по сравнению с существующим состоянием и срочи. Это зоны, которые преимущественно сохраняются и не вносятся никаких дополнительных изменений на их территории и срочи слои. Сегодня у нас построена очень точная модель, транспортная, которая позволяет нам делать прогнозы на любые объекты, на любые варианты развития города и срочи слои. Естественно, что в этой модели подключены территории, прилегающие к городу, то есть внутри самой Казани, это порядка 900 транспортных районов, для которых мы определяли нагрузки. Примугающие к городу районы, они несколько крупнее, несколько более обобщенные картины, но тем не менее мы в модели наших оценок, в наших оценках прогнозные модели подключали территории от Зеленого дома на западе до Лаишева на юге и до Арска. То есть вся территория центральной части, вся территория Казанская агломерация, она посчитана, она отмоделирована в этом отношении с веществом. Вот так выглядит обобщенная транспортная схема города. Ярко-красным это то, что новое строительство, здесь не очень хорошо видно оранжевым, реконструкция и серо-цветным, это существующая транспортная сеть. Так выглядит сравнение элементов УДС, действующего генплана и проекта генплана. В красном, опять же, это те новые участки, которые добавлены к действующему генплану. В темно-синим это те участки, которые совпадают в действующем генплане с материалами нового генплана. В бледно-синим это те участки, которые не совпадают, и они будут исключены из этого материала и серо-цветные действующие сети. В первую очередь, вот так выглядит в первую очередь строительство уличной дорожной сети, то есть это те участки УДС, которые необходимы для всего этого. То есть это только от спекта города, нужно строить для того, чтобы город не стоял пробку. Следующая карта, отдельная по электротранспорту, в Грецовом электротранспорту, мы видим, что замыкается большое Казанское кольцо, мы видим отдельные ветки трамвая скоростного в Салаватку-ПРЭ, ну и много техноваций, которые еще предстоят городу, вроде ветки на территории раскладов, которые тоже нужны под метрспективы. И здесь же заложены все коридоры под метрополитен. Мы не можем точно сказать, когда будет строительство, в каких объемах, то есть это все-таки зависит больше от федерального и спецпалитанского бюджета, но тем не менее все ветки для метрополитена, они в перелан заложены, коридоры сохраняются, сохраняются территории, добавляются новые территории под метродепо, то есть это все учтено, это все в Салаватку входит в состав генерального плана с веществом. Оценка загрузки с веществом. Вот так обобщенно выглядит сама линия метрополитена. Эффективно достаточно работает. Зеленая ветка, она нагружается, и она тоже не входила в состав 10-четового плана с веществом. Кольцо железнодорожное, федеральное агентство железнодорожного транспорта предлагает организовать движение по этому кольцу. Замечательно будет, если в свете федеральных денег на этом найдется, но в определенной степени загрузка с веществом движения происходит, хотя он не столь интенсивный, как на московском сахарном кольце, но тем не менее мы учитываем материалы генерального плана и эту позицию тоже. Картограмма загрузки на 2025 год. Мы видим некоторые проблемы в районе Лаишского узла, но, опять же, в основном не из-за того, что мы что-то недосмотрели и что-то недоучили на территории Казани. Это проблемы совместного развития города и районов. В данном случае мы оцениваем те объемы застройки, которые, скажем, смотрю для себя Лаишево. Если Лаишево построит ровно столько, сколько оно планирует построить сейчас, а это более 6 миллионов квадратных метров на подходах города, то картина будет вот такая. То есть вы видите красный цвет отдельных участков уличной дороги, который говорит о том, что там будет у нас постоянная пробка. Но вообще на самом деле это достаточно распространенная вещь для больших городов, когда окружение проглядывающих районов лепится, извините за выражение, к границам города, не строят при этом ни улично-дорожная сеть, ни объекта обслуживания. И город начинает нести затраты на обслуживание детей, на школы, на детские сады, на представление рабочих мест тем людям, которые живут непосредственно в близости. Люди ни в чем не виноваты, абсолютно эти, которые находятся на территории района. Они работают в Казани, они всю жизнь в Казани, себя казанцами считают, наверное, потому что находятся действительно на территории реального города. Но тем не менее, эта проблема существует, она очень серьезная, и это проблема согласованной работы города и районов, согласованной подготовки по строительной документации на эти территории. Но пока это выглядит вот таким образом. Это при условии, если 100% мы загрузим воевши, в качестве участия. Картинка, говорящая о том, что получится, если мы 20%, всего лишь, допустим, застройки, вы увидите, что в Айфовском узоре тоже он как бы не нормативный показатель следующего числа. Это расчетный срок, 35-й год, следующий число. И за расчетный срок, это 50-й год, вы видите, что появились два моста через Голгу дополнительных, которые выравнивают на самом деле очень серьезно нагрузку на мосты через Казанку. Они практически перестают быть так серьезно в часы, как загружены, как это происходит сейчас. Выравнивается нагрузка на существующий мост через Волгу, который в основном генерирует на полис, если он будет достигнуть тех расчетных цифр, которые сегодня декларируются в качестве. И что у нас получается в целом наставке по цифрам по транспорту? То есть это увеличение общего объема перевозок с 443 миллионов до 600. Это некое снижение с 40% объема перевозок в данном транспорте до 34%. Это увеличение нагрузок на сажировке транспорта и увеличение доли с 60% до 66%. Не буду вас управлять цифрами по протяженности улично-дорожной сети. Важные показатели это средняя дальность поездки пассажиров по сети. Она увеличивается с 7 километров до 9. И очень важная цифра это среднее время поездки пассажиров дома работы считается с 33 минут до 30 минут. И поверьте, что 3 минуты прибавления а так точнее уменьшения этого показателя это достаточно большая серьезная работа. Если город после всех этих мероприятий достигнет этой цифры это будет достаточно серьезная победа. природно-рекреационный каркас очень большое внимание было посвящено этому вопросу. Вы видите общую схему природно-рекреационного каркаса то есть все абсолютно участки ПРК начиная от крупных типа Лебяжьего озера кончая с самыми мелкими скверами самыми мелкими участками озерения все они пощипаны все они пошли в эту карту и организованы связанные системы когда у нас есть ядра природно-рекреационного каркаса некие связи между этими мерами здесь мы пытались достичь устойчивого функционирования именно экологического с тем чтобы системы все-таки могли себя поддерживать с тем чтобы это было действительно экологическое некое связанное развивающаяся система в общество увеличивается на 12% территории зеленые для города то есть любую малейшую возможность использования территории и закрепления ее в качестве природной территории мы использовали и удалось увеличить общее количество на 12% в случае не буду подробно останавливаться на этих вопросах всем понятно что экология и природа важнейшие показатели для городской жизни что касается экологии остановиться очень коротко на вопросах охраны атмосферного воздуха шумово режим охрана водных ресурсов контроля пропагенной нагрузки и следующее вот так выглядит сегодня оценка комплексной экологической ситуации сразу выделяем глазом синтез мы видим территории на востоке территории ТГО выделяются основные магистрали и видим они попадают в такую оценку в связи с шумами в связи с выбросами которые происходят на территории этих магистралей в следующий что имеется в виду под сбалансированным развитием простонастным развитием и типологии функциональных комплексов здесь сделана оценка существующего положения и прогноз по функциональным комплексам которые воздействуют у нас на среду есть активно воздействующие комплексы типовых синтеза того или самого есть нейтральная это живая застройка есть территории которые являются действительно природным комплексом и мы здесь показываем что у нас возрастает территория которые являются природными снижаются функциональные комплексы которые активно и негативно воздействуют на живую среду и увеличиваются нейтральные территории которые не воздействуют негативно на природную среду человечества оценка антропогенных нагрузов понятно что возрастает у нас нагруз антропогенные на территорию видим что восточная дуга при ее развитии она территории природы которые являются природными сегодня они будут потерпевать воздействие на соответствующее при этом мы стараемся в наших мероприятиях все-таки купировать эти вопросы предусмотренные и инженерные обслуживания этой территории в соответствии охрана атмосферного воздуха очень коротко вы видите картинку существующего положения слева и прогноз справа замечательное указание на самом деле обстоит дело с средствами аналитики порядка 90 тысяч стациональных пунктов стациональных пунктов аналитики станции забора воздуха анализа воздуха и так далее которые позволяют мониторить эту ситуацию и которые позволяют очень точно оценивать ту ситуацию которая сегодня происходит в следующем случае отдельно расчетные концентрации по диоксиду азота в следующем случае отдельно по шумам в следующем случае охрана водных объектов не будут говорить насколько это важно я думаю что все это все это понимают и поддерживают в следующем случае отдельный вопрос отдельное внимание было уделено организации пешеходных маршрутов включая набережные включая пешеходные зоны внутри города отдельный вопрос по формированию велосипедных связей мы постарались учить все предложения которые от местного сообщества велосипедистов получали наполнили маршрутами которые сами посмотрели возможным маршрутам в следующем случае то же самое по предложениям водных на водных маршрутах прогулочного типа сразу говорю что вопрос включения перевоза по водным транспортам пассажирских он на самом деле не проходной и никаким образом пассажирские движения на водном транспорте не получается ни эффективным ни рациональным ни вообще на каких-то несколько числа карта границ города она практически не изменилась и мы не предлагаем расширение города ни в коем случае небольшие поправки есть на севере на востоке которые вам известно существуют и продвижения вот так выглядит необходимое финансирование всех мероприятий которые предусмотрены генеральным планом важно подчеркнуть что меньшая часть это бюджетное финансирование большая часть это небюджетное финансирование особенно что касается строительство жилья строительство социальных объектов тем не менее достаточно серьезное при этом мы понимаем что городской бюджет он не справится с общей нагрузкой идет расчет на республиканский бюджет расчет на федеральный бюджет и то и другое город так сказать умеет делать поэтому надеемся что все мероприятия которые заложены в этом плане они будут реализовываться в те сроки которые необходимы в этом плане это не это не это что это